Пожар в жилом доме. В микрорайоне Конрад произошло возгорание квартиры. Трехкомнатная квартира и Лексус. Вынесем приговор бывшим сотрудникам Балхаж-Жилу. Деревянный пол и перегородки квартиры номер 5 на втором этаже. На общую площадь 400 квадратных метров. Пожар локализован в 11.50 и ликвидирован в 12.26. 13 августа 2024 года в 11.06 в специализированную пожарную часть поступила информация о возгорании квартиры в микрорайоне Конрад города Балхаж. На место происшествия были направлены 4 единицы техники, 9 человек из пожарной части города Балхаж, а также подразделения гражданской защиты и пожарные подразделения воинских частей. Причины возникновения пожара в настоящее время неизвестны. Пожар был полностью локализован, площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Жители успели вынести вещи первой необходимости. Жертв и пострадавших нет. Мы сидели дома, и вдруг я услышал мужской крик «Пожар!» и вышел из дома и увидел, что со второго этажа с квартиры идет дым. Зайдя в эту квартиру, я увидел, что по всей комнате идет возгорание. Также лежит мужчина, у него горели волосы. Я сразу же вытащил его наружу. Мне кажется, что пожар случился из-за сигарет. Дальше я начал искать по квартире его родителей. Они пожилые люди. Как оказалось, на тот момент их квартиры не было. Дальше я вытащил из дома свою семью, соседей и все нужные вещи. Мы не знаем, что делать дальше. Я только недавно переехал в этот дом. Надеемся на поддержку со стороны Акимата. Дальше я вытащил из дома. В трех лет они перечисляли средства, предназначенные для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения города Балхаш. Путем необоснованного перечисления насчитал же предприятий, с которыми фактически каких-либо гражданско-правовых сделок не было. В рамках досудебного расследования был возмущен ущерб на сумму около 144 миллионов тенге. Виновные были приговорены к 5,5 и 5 годам лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении указанных лиц расследовалось агентством по финансовому мониторингу. Осужденные лица в период с июня 2020 по январь 2023 года совершили хищение бюджетных средств, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения города Балхаш, путем необоснованного перечисления на счета лжепредприятий, с которыми фактически каких-либо гражданско-правовых сделок не было. Похищенные бюджетные средства легализовывали посредством совершения сделок с недвижимым имуществом для извлечения дохода от его использования. Балхаши разыскивает 21-летнего осета Яросыла. 7 августа он вышел с адреса Karamendi B74-1 в неизвестном направлении. С тех пор от него нет никаких известий. Рост осета Яросыла 165-170 см, короткие темные волосы, карие глаза, среднее телосложение. Во что он был одет, неизвестно. Если у вас имеется какая-либо информация, можете связаться по номерам, указанным на экране, либо позвонить в 102. С 14 августа в городских автобусах стартует система онлайн-оплачивания проезда ONI. Отметим, что с 29 июля временным перевозчиком стали автобусы ТО «Балхашские городские пассажирские перевозки». На протяжении двух недель они совершали маршруты на бесплатной основе до установки системы ONI. На сегодняшний день в городе курсирует 20 автобусов. 19 из них находятся на линии, один в резерве на случай сильной необходимости. По системе ONI на автобусах перевозчика ТО «БГПП», то есть система ONI полностью установлена, сегодня будут тестировать и завтра планируют полный запуск системы ONI. Также по тарифам не планируется повышение тарифов, то есть также остается 60 тенге через систему ONI и 120 тенге при наличной оплате. Для детей от 7 до 18 лет проект будет стоить 30 тенге. На сегодняшний день автобусы совершают маршруты по прежнему графику. После установки системы ONI в приложении можно будет следить за их передвижением. Также стоит отметить, что на сегодняшний день идут конкурсные процедуры по определению официального перевозчика пассажиров и багажа. В городе продолжаются работы по благоустройству и содержанию детских площадок. Работами занимается подрядная организация ТО «Алсар Голд». В этом году проводится ремонт детских площадок 16 дворовых территорий. В 9 дворах идет текущий ремонт, а в 7 – капитальный. На сегодняшний день все работы почти завершены. На это из городского бюджета было выделено 31 миллион 390 тысяч тенге. Мы начали работу 15 июня. В них было задействовано 4 единицы техники и 17 рабочих. На сегодняшний день все работы завершены. Установлен детский игровой комплекс «Мафтар» и тартановое покрытие. Отметим, что в этом году в список благоустройства вошли 9 дворовых территорий. Мухамеджаново, Казбеково, Женуса Бугалиева, Макаренко, 10-й микрорайон, Бакиханово, Абаяс, Пицыно, Агабай-Батыра и некоторые дворы станции Балхаш. Напомним, что в мае прошли встречи представителей подрядных организаций и сотрудников ЖКХ с жителями. На них можно было высказать пожелания и жалобы, которые были бы учтены при создании эскизов. На сегодняшний день отделом ЖКХ были объявлены три конкурса. Это содержание детских игровых площадок, спортивных площадок и в целом благоустройство дворовых территорий. По детским игровым площадкам у нас подрядчик «Туалсарголд». На сегодняшний день ведутся работы по 8 объектам. По детским, то есть спортивным площадкам подрядчик «Туалсарголд» ведутся работы по 7 объектам. Также благоустройство дворовых территорий у нас есть два подрядчика. Это «Туалсарголд» и «ПСК «Гарант». Также планируем провести дополнительные конкурсы по ремонту детских игровых площадок и спортивных игровых площадок. 12 августа в Казахстане отмечают Международный день молодежи. На начало этого года численность молодых людей в республике составила 5 759 781 человек. Это казахстанцы в возрасте от 14 до 35 лет. Отметим, что праздник стали отмечать с 2000 года. В честь этого дня перед Дворцом культуры состоялся праздничный концерт и дискотека. Для жителей города выступили местные артисты и танцевальные коллективы. Довольно замечательно, мне нравится. Довольно красочно, красиво. Ну, чувствуется настроение праздника. Какой сегодня праздник знаете? Нет. А какой? Сегодня две молодежи стали? Теперь знаю. Знаю, что есть такой день, но уже не помню. Как вам сегодняшний концерт? Я не знаю, мы только подошли. День молодежи. Какой концерт? Супер. Веселые песни, хорошие музыканты. День молодежи. Мы в гости Балхаша приехали с Омска, с России. Очень прекрасный концерт. Дети молодцы. Проявляют себя, выступают. Очень, очень, очень нам нравится. Хотя. Спасибо! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok